Здравствуйте, меня зовут Комиссаров Дмитрий, я врач-невролог, мануальный терапевт. Сегодня будем работать с Русланом Халецким, делать кинезиотейпирование на латеральной головке квадрицепсов, коленные суставы, плечевой сустав, пояснично-крестцовый отдел и сам позвоночник. Кинезиотейпирование в бодибилдинге оправдано в применении, так же, как и других силовых видов спорта и прочих видов спорта, но также есть свои особенности, и сегодня мы вам им покажем. Генетик. Подписывайся. Будет интересно. Да, я думаю, как раз... А самостоятельное нанесение на сколько возможно? Ну, тут надо технику знать, потому что тут же на лимфо отток можно подействовать. Можно сделать себе хуже? Можно сделать хуже, да. Противопоказания какие? Противопоказания. Это онкология и первый триместр беременности. В принципе, все. А так даже в... Ну, по животу, в принципе, у меня... А так его даже, кстати, беременным можно. Мы что-то вроде подтяжек таких делаем, снизу наносим, переходит на спину, и как подтяжки он держит живот, с женщиной комфортно. Это когда уже нельзя, ни лекарств, ничего замечательно работает. А, ну, вообще, мы, да, рассказываем. Ну, корень, у меня, в принципе, больные, у меня бурчит и санилит, и обоих коленных суставов. Для меня заставят. Ну, это так, с поколением. Бурчиточный вид, они образовались у меня после падения, после удара. То есть, что-то там изменилось. А вообще, когда я вопрос задал про тейпы, непосредственно первый раз, спросив о том, можно ли перераспределить нагрузку в бедрах. То есть, когда я качаю ноги, у меня очень сильно уходит нагрузка в каплю и куда-то вот сюда, в какое-то неизвестное место, между мышц. И дикой болит у меня вплоть до того, что у меня такой гипертонус получает вот эта зона. То есть, когда начинают, например, обезвоживаться, у меня 10-й боли. Акцент смещается. По сути, то, что мне нужно в моих бедрах, это внешняя сторона бедра, да, это упражнение, большую бедность бедра от рождения, то есть, хорошие капли, а сюда нагрузку никак не попадает. Не падает, да. Так, ну, скажу пару слов, да. Значит, по материалу даже примерно напоминает кожу, скажем так, ну, схожие ощущения, приятные, комфортные. Поэтому эффект прикосновения возникает. Медицинский, это называется сенсомоторный механизм, то есть, при прикосновении, скажем, к желаемой зоне, мы стимулируем восходящую афферентацию нервных импульсов от кожного покрова и, соответственно, от мышцы, которые находятся в этой зоне. Поэтому и кровоприток усиливается, ощущения усиливаются, как будто бы постоянно идет прикосновение вашей собственной рукой. Всегда бывает такое. Они будут качаться, будут качаться. Нет, 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 нет. Поэтому их носят до пяти, до семи дней без остановки, не снимают, они работают 24 часа. 24 часа усиливают кровоток и стабилизируют. То же самое, допустим, у кого-то лимфозастой в наверху, вода никак не уходит, ноги постоянно такие залезают. То есть, у кого вот лимфовые ноги тоже? Да, есть методики по стимуляции лимфоколлектором. Коллектором, да, как раз к основным лимфоузлам сеткой, специальной сеткой накладывается, то есть, тейп разрезается, накладывается сеткой для улучшения оттока. И все. Руслану мы наносить будем кинезиотейп для стимуляции притока крови и мышечного ощущения на латеральную часть головки квадрицепса. То есть, мы нащупываем в данном случае нижнюю часть надколенника, примерно отмеряем. И здесь какие нужны условия соблюсти, что края тейпа, сразу мы будем планировать на оба колена одновременно, края тейпа, мы передний, собственно, и задний, мы будем приклеивать без натяжения. Сразу по поводу того, как его снимать, лучше, когда он мокрый, да, то есть, в душе, например, поправим. Ну, вот около трех сантиметров мы берем такой, брось просто колено, здесь полное расслабление. Так, наносим, несколько раз провести, натяжение делаем. Я думаю, мы можем сделать симбиоз от колена сразу к квадрицепсу, но я думаю, сделаем по 90, покажем, как более-менее правильно выполнять. На самом деле, что касается производства тейпов, то они же корейцы, или китайцы, все это делается из отходов производства, на самом деле. То есть, их себестоимость налевая. Себестоимость налевая абсолютно. И все, сам, единственное правило для них, это даже не клещий материал, и не основа, это хранение. Хранение должно быть четкое соблюдение влаги, сырости и так далее. Если что-то не так, он начнет отклеиваться, и очень быстро, и ты будешь думать, почему, в чем дело, там, да, вот, оказывается, все дело в хранении. Я просто сотрудничал с одним товарищем, который производит спортивные всяческие товары для спортивных команд и так далее, ну, активно спортивное питание. Ну, не только, кстати, которые у нас на рынке представлены, то есть всяческие витаргой, все известно, ну, понимаешь. Витаргой у нас есть милобиктин. Ну, разные, да, тоже нащупываем латеральную часть над коленем, и, опять-таки, крепление должно быть отдельно на коже, чтобы перекресток, бог с ним, да, как раз-таки место перекрестка считается так, это активнее лучше делать в наиболее слабых местах, ибо там, где болит. То есть, например, болит с наружной части колена, вот здесь мы... Я себя прям чувствую очень спортсменом прямо сейчас. Методов очень много стабилизации колена, там, методов фонариков, там, и так далее. Ну, я использую, как я это вижу, ничего сложного, по сути, это три ленты, на каждое колесо встав, и все, иногда использую четыре. То есть, медицина идет вперед, раньше все ограничивалось, там, разогревающим финалгоном каким-то, да, а сейчас даже его качественного не производят. Сейчас даже он такой, так-так не работает, как старый советский. Вот мы, кстати, уже потихонечку сейчас забираем в сторону квадридца, сейчас. Отдельно вот туда, прям, к креплению, я думаю, по налатеральной мы и пойдем. Вот, после нанесения желательно, там, минут пять особо амплитуду не наращивать, потому что он приклеивается, температура кожи контактирует, да, с температурой склеивающей, склеивающей основой. Ну, так-то, грубо говоря, на неделю 600 рублей, это эффективно и полезно. Ну, и то это ты, мы с запасом даже говорим, мы с запасом говорим. На неделю, на две, как правило, спокойно, кому-то и полгода может лежать, ничего с ним не случится. Сейчас будем именно, как планировали, Руслан, да, делать на стимуляцию полторальной головки квадрицепса, да, и, в общем-то, тут надо выбирать. Сразу делать технику, которая дренирует лимфу, не вариант, чтобы сливать воду и одновременно для стимуляции квадрицепса, то есть надо что-то выбирать, какие акценты, да, мы не вставляем. Так, мы сделаем с тобой по два с каждой стороны. Это меня прям замотивировало, не технично, как можно, видите, подоклеивает, а на нижней спине. Да можно, можно, конечно, это не панацея, но это помощник. Никогда не бывает. Я всегда объясняю, что в этом спорте все очень просто. Вот если тебе 1% эффективности добавляет какая-то вещь, ты приклеил тейпы, ты хорошо поел, ты выпил там элькранитин, ты выпил четвертинку аспирина, ты там вовремя съел какое-то вещество, ты набираешь нужное качество. Танализа сдал вовремя. Да, да, ты понимаешь, какие-то уровни у тебя эстрогенов, что-то лишнее съел какой-то препарат необходимый. И вот каждый этот 1% он в итоге дает плюс 25% эффективности, а 25% ребят, это уж до хрена. Это чтобы для простого понимания, если ты жмешь 100, а заодно просто 25. Это очень много. Вот мы пока одну часть сделали. Вот тут вот. Здесь мышцы натягивающие широкую фасцию бедра как раз. Сюда доходят сюда сбоку. Да. Здесь мы уголочки специально закругляем. Чтобы выкрасило? Нет, чтобы меньше сдиралось. Даже если короля чуть-чуть воротится начинает, бог с ними, если что, отрезать можно. Но ничего страшного. Придумали японцы вообще все это. Кензу Кассо, японец. Он из этого делает вообще полное искусство. Он там вообще крутой штук? Да, он чуть ли не цветочками тейпирует. Цветочки тейпирует? Там даже если человеку не надо, он все равно тейпирует. Слишком много клеить широких на одну зону, это тоже не совсем правильно. Здесь на самом-то деле получаются чуть-чуть симбиозы по оттоку. Для лимфы, да? И по лимфу чуть-чуть, да. То есть, они, конечно, будут чуть больше сюда, если лимфу делают. Зависит от необходимости. Если нужно, опять-таки, стабилизировать, то чуть-чуть натянуть все-таки нужно. Опять-таки, с тейп уже некоторые отличаются и по эластичности. Есть те, которые вообще не тянутся. Например, вот как Руслан купил, да, это спортивный тейп. Это другая история. Он используется именно для стабилизации жесткой. То есть, как запястье, да, например. То есть, он более суставной, нежели мышечный и свензочный. То есть, и запястья можно, да? Можно, можно запястья. С этим вроде как с бедрами мы разобрались. А, розовые ноги, да. Нормальные. Сейчас закрепим нашу свензочку. У тебя есть проблема на своей работе. Ты работаешь один, сам делаешь в камеру. Это не проблема. Не проблема? Нет. Я ни с кем не делюсь. А-а-а. И мы, в общем-то, проведем стабилизацию хотя бы со стороны почково-дельтовидной мышцы. То есть, это с переднего, чуть-чуть со стороны среднего. Вот. И просто простабилизируем плечевой сустав. Немного усилим кровообращение здесь. Все. За сколько наклеивать наше плечевое действие? Во времени? С ночи точно. С ночи? То есть, ночи хватит, чтобы... Ну, лучше пару суток, конечно. Лучше пару суток. Ну, всего, значит, за пару суток спрячешь. Угу. Тут какая история? Крайне редко бывают аллергические реакции. Если вдруг будет какой-то зуд чесать, мучиться не надо, берем и снимаем. Так, с плечом мы разобрались. Сейчас делаем поясничный момент. Так, на трапеции сделали по методу, чтобы гипертонус не развивался. То есть, якоря отсюда. Тянущее ощущение из центра к периферии ездят. То есть, от периферии, от центра, короче, тянет к периферии. Вот тут некоторая волосня, из-за этого здесь плохо держится. Как подтяжечки. Там, где болит, в ослабленном сегменте, наносится поперечно. Тоже края отступаются, загибаются. Сантиметров по 5 точно. Ну, так же закругляю все концы. Раз. Два. Так, теперь мы делаем надрывы. Сохраняем пленку на краях. Снимаем ее по центру. Делаем некоторое натяжение. И в натянутом состоянии приклеиваем к низу поясницу в данном случае. У Руслана здесь трудности у нас были. Лечение. Кололи. Да, делали сюда лекарства. И делали мануально терапию. И делали электроимпульс. Так. А края спокойно, без натяжения. А почему края без натяжения? А так правильнее. Так лучше держится. Ну и такие техники. Так, ну что же, и делаем. Две продольные конструкции. Руки потом не подходят? Руки, да, вот бросил вперед. Потом при наклонах будет ощущение легкого присутствия какого-то поддерживающего механизма. То есть, ну, приятное, приятное будет. Ощущение дискомфортов не должно быть нигде никаких совсем. Есть какие-то определенные ощущения, и у меня в руке, знаешь, такое оно прямо. Я прямо весьма заклеился, мне кажется, в межсезонье. Так бы и ходил попробовать. Книзу поясницу натяжения убираем совсем. Так, дальше начинается некоторая пикантная зона. Здесь спина теряет своего города имя. Да, и начинается зад. Нет, Серж, прям аж... Слушайте, у кого проблемы с поясницей, мне кажется, прям вот так не походишь. А спина волоса так, как у меня, но тянет за волосы, больно. Небольшая такая, да, как альтернатива к каким-то корсетам непонятным. Нет, ну, действительно, вот, сейчас вот такие. Подведем итог. Мы провели кинезиотейпирование по переднему бедру с акцентом на алтеральную головку квадрицепса. Также усилили отток лимфы спереди чуть-чуть, стабилизировали коленные суставы. Ну, и что касается плеча, значит, здесь разобрались с плечевым суставом, тоже стабилизировали, улучшили отток крови, и, в общем, по позвоночнику, в общем-то, сделали стабильным разгибатели и сняли гипертонус трапеции, и также стабилизировали поясницу. Так что, в общем-то, готов, можно тренироваться, и я думаю, что... Не бояться. Да, риски травмы у нас снижены значительно. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, сделайте репост, и берегите себя и своих близких.